Доброе утро, дорогие друзья! Этот день вместе с вами продолжаем встречать мы, Анна Шамбадал. Шикарно и эффектно сегодня. Выспался человек. Взрыв слегка на голове. И это прекрасно. Павел Савченко зовут меня, и тема нашего эфира «Ленивый день». Это не про нас, конечно, но все же. Ну а мы продолжаем. И вот многие растения способны украсить нашу жизнь, не требуя взамен особых хлопот, занимающих время наше. О самых неприхотливых комнатных растениях и не только. Сегодня поговорим с гостем у нас в студии Надежда Черненко. Опытнейший, опытнейший садовод и большой друг нашей программы. Доброе утро. Доброе утро. Спасибо за хорошие слова. Но я хочу сказать, что это не про садоводов, это не про тех, кто любит комнатные растения, садовые растения. Сад не терпит лени однозначно. Другое дело, как относиться к саду. Можно просто наслаждаться им, пребывая в такой нервании определенной. Но работать придется. Даже если вы застелили газон, посадили великолепную гортензию, к ней нужно подойти, вовремя обрезать, подкислить, газончик убрать. То есть это еще труда неизвестно сколько. Какой бы вы стиль не выбрали, цветущий сад, пейзажный, дикорастущий, в любом случае без рук человеческих растения не обойдутся. Хоть комнатные растения, хоть уличные. Но вот какие-то есть, может быть, все-таки те, которые неприхотливые, так скажем. Если ты его не полил однажды, вот забыл слегка, то он не будет... Нет, если о комнатных драцена, по-моему, там целый год можно ее не поливать. Ну а садовые растения, конечно, требуют нашего внимания. Надо просто созреть для сада и наслаждаться садом. Я соглашусь, хотя здесь можно найти и другой немножко аспект. Я вот помню, любил очень приезжать как раз вот после эфиров к себе на дачу. Снимаешь пиджак, надеваешь вот эти треники с коленочками и копаешься, и тебе так хорошо. Самое главное понять, что это кайф. Другая работа, конечно. Вы знаете, надо оптимизировать садовые работы, оптиматизировать садовые работы, тогда и молодежь потянется. Тогда и мужчины не будут с ужасом смотреть на садовую лопату. Зачем бездарно копать землю? Зачем копать эти ямы? Ну замульчируйте почву. Не надо будет поливать, сорняками проще бороться. Надо оптимизировать работы в саду, и тогда будет время наслаждаться. И дачными работами наслаждаться, а не считать их обременительными. Это да. Вы сегодня не с пустыми руками. Так как и всегда, собственно говоря. И это прекрасно. Нас же немножко подкармливать. Дорогие друзья, жимолость у нас в студии. Расскажите, пожалуйста, и про это растение. Жимолость – великолепная ягода. Это первая ягода. Канадцы, американцы собрали в России все сорта, которые могли, и начали свою селекцию. Европа теперь прикалывается, как на молодежном стране сказать, по жимолости. Но даже вот эти ягоды получить. Нужно выбрать сорт, нужно посадить, нужно вовремя собрать. Ну и какая бякушка заведется за ней, надо гоняться. А если мы посадим, будем говорить, зимостойкие сорта плодовых деревьев, то уже уменьшим проблемы. Выкапывать замерзшее южное. Ну и легче обрабатывать, если это яблоньки невысокие. Надо подходить творчески к садоводству. Мы убедились на опыте нашей семьи. Если вот Валерий Борисович Дельта планились с 30-летним стажем, всегда летал над садами и мне махал крыльями. А теперь вот в сегодняшний свой юбилей 60-летний он пришел опытнейшим садоводом, который наслаждается садом. И даже мне дает фору, хотя я с детства в саду. Так что, ребята, молодежь, тянитесь к земле, тянитесь к саду, а ленность не для садовода. Ну первое, вот мне кажется, первые несколько, все-таки, три совета для начинающих садоводов. Что нужно сделать, чтобы сразу не разлюбить тот самый сад, который ты приобрел? Принять природное земледелие, посадочный материал выбирать для нас устойчивый по нашему климату. Не бояться нового, уходить от таких стереотипов. Ну вот, хочу сказать, что душа должна наслаждаться ведь садом. Это райский уголок, который ты создаешь на земле чисто для себя. И вот эти треники, это одна из составляющих душевного комфорта, когда ты приходишь в сад. Ну а сейчас дачный отдых, он же стал на пике популярности. И шашлык, ну в общем, это неразделимое, никто не отменял. Надо, в общем, чтобы это все было в удовольствие. В удовольствие однозначно. Спасибо вам огромное. Нам всегда доставляет удовольствие общение с вами. И спасибо огромное за гостинцы. Напомним, у нас в студии сегодня гость Надежда Черненко, садовод, опытнейший профессионал этого дела.